День седьмого ноября, красный день календаря, Погляди в свое окно, все на улице красном. Эти слова из стихотворения Маршака знал каждый советский школьник. На календаре предпоследнего месяца года – Красная Семерка, день Великой Октябрьской Социалистической Революции. Алый цвет и впрямь щедро разливался вокруг. Стяги рели над домами, флажки трепетали в руках детей и взрослых, а на одеждах подрагивали банты. На фасадах лозунги, фотографии руководителей СССР. Самый большой портрет – Ленина. Мы наш, мы новый мир построим. С 18-го года вплоть до начала 90-х, 7-е ноября, был главным праздником страны – Советской России. А с 22-го года – СССР. Демонстрации трудящихся и военный парад на Красной площади. Слово «Октябрь», написанное с большой буквы, означало, что именно день рождения революции – 7-е ноября. Путаницы со старым и новым стилями никого не смущало. И даже дети не спрашивали, почему «Октябрь» отмечается в ноябре. Нам не играют ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни леды, ни облака. Самым знаменитым стал парад 7-го ноября 41-го года, проходивший во время битвы под Москвой, который должен был показать духовную стойкость народа. И действительно, буквально за два дня настроение изменилось. Люди почувствовали мощь страны и приобрели уверенность в том, что победа будет за нами. Этого парада не было бы, если бы не было этой даты – 7-е ноября. Шли годы. Страна развивалась и крепла. Ноябрьский праздник был точкой отчета. Большие и малые планы огромной страны сверялись с ноябрем. К осеннему празднику брали обязательства, что построят, возведут, сдадут в эксплуатацию. Но не только обещали, но и выполняли. Страна дала в этом году миллионный трактор. Стомиллионную тонну стали. Добыло 300 миллионов тонн нефти. Вступили в строй новые газопроводы. ГЭС, заводы, дороги. В честь Великой Октябрьской Социалистической Революции. В честь Ленинской партии коммунистов и героического нашего народа. Носовое огонь! Крохотало медь оркестра. Чеканили шаг солдатами. Мчались, изрыгая дым, танки. Тягачи тащили многометровое туловище ракет. И торжественно звучал голос диктора. Это современное оружие способно обнаружить и уничтожить агрессора в любой точке земного шара. И в душе закипала гордость. Мы самые сильные. Под бодрой маршей по брусчатке Красной площади плыла многоголосая толпа. Со знаменными и транспарантами. Взлетали высерзноцветные шары. И настроение отменное. Праздник же. 7 ноября был политическим праздником для страны. Для обычных людей важно было и другое. Собраться за столом, посмотреть друг на друга, поговорить, вспомнить прошлое, увидеть, как взрослеют дети, растут внуки. Порадоваться, что еще живы старики. Вообще к празднику готовились загодя и основательно. Задолго до 7 ноября люди рассылали друг другу по почте открытки с поздравлениями и пожеланиями. И почту накрывал предпраздничный аврал. Мы живем и работаем в сложное переломное время. Мы, зарубежные наблюдатели, да и мы сами, отмечаем, что в парадном строю нет стратегических ракет. Их отсутствие на Красной площади отнюдь не лишнее напоминание о том, что буквально накануне октябрьских праздников в нашей стране был ликвидирован целый класс ядерных ракет ОТР-25. Как затем было ликвидировано очень многое. Да и само государство. СССР. К сожалению, нынешнее руководство страны делает все, чтобы стереть память о советском периоде истории, заменив 7 на 4 ноября. Новая эпоха, новые достижения. Сегодня лозунг мог бы звучать так. Нефтяники и газовики успешно перевыполнили план по откачке углеводородов и получили рекордное количество нефтедолларов. Ура! Многие из нас сегодня вспоминают этот революционный праздник. Ведь он неотъемлемая часть прошедшей эпохи и нашей жизни. Как во Франции не забывает о Великой Французской революции и отмечает День взятия Бастилии, так и мы не должны забывать о своей истории и переписывать ее. Вот такие бренды советской эпохи. Великой Французской революции и отмечает День взятия Бастилии. Великой Французской революции и отмечает День взятия Бастилии.